Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, воспользуйтесь программами компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите программу. Затем запустите анализ диска. После анализа утилита отобразит файлы, доступные для восстановления и вы сможете их вернуть. В нашем блоге представлены краткие руководства по решению любых проблем, возникающих у пользователей Windows. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы и заканчивая удаленным администрированием и подключением мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. В любом современном браузере предусмотрена функция сохранения паролей. Она позволяет не вводить каждый раз учетные данные, ведь мало кто способен запомнить сотни паролей от всех сайтов и сервисов. Но что делать, если по какой-то причине у вас не сработало автозаполнение, а пароль или логин вы не помните. Или наоборот, если нужно удалить из браузеров все автозаполняющиеся данные, логины, пароли, адреса и данные банковских карт во избежание доступа к ним посторонних. Давайте разберемся, как настроить сохранение паролей и других данных автозаполнения, а также как найти сохраненные пароли в вашем браузере и защитить их. Начнем с Google Chrome. Чтобы увидеть все сохраненные браузером пароли, перейдите в меню – Настройки – Дополнительные – Пароли и формы – Настроить. В данном меню расположены все сохраненные браузером пароли. В формате Сайт – Имя пользователя – Пароль. Пароль по умолчанию заретуширован. Чтобы посмотреть его, нажмите на кнопку в виде трех точек напротив нужного сайта и выберите Подробнее. Нажмите на кнопку в виде глаза и пароль будет показан. Но видно их будет только в том случае, если данная функция активна. Во всех браузерах по умолчанию она, как правило, включена. Если вы не хотите сохранения ваших паролей и логинов, выключите данную функцию и вводите ваш логин и пароль каждый раз вручную. В Яндекс браузере перейдите в меню – Настройки – Настройки – Дополнительные настройки – Пароли и формы – Управление паролями. В данном меню расположены все сохраненные браузером пароли. В формате Сайт – Имя пользователя – Пароль. Пароль по умолчанию также заретуширован. Чтобы посмотреть, кликните на нём и нажмите Показать. Иногда система требует ввести пароль от учётной записи компьютера. Введите его. Но видно их будет только в том случае, если данная функция активна. В Opera перейдите в меню – Настройки – Безопасность – Показать все пароли. В данном меню расположены все сохранённые оперой пароли. В формате Сайт – Имя пользователя – Пароль. Пароль по умолчанию не видно. Чтобы посмотреть, кликните на нём и нажмите Показать. Иногда система требует ввести пароль от учётной записи компьютера. Введите его. Сохранены они также будут только в том случае, если данная функция активна. Если нужно, отключите данную функцию и вводите логины и пароли каждый раз вручную. Mozilla Firefox. Перейдите в меню – Приватность и защита – Формы и пароли – Сохранённые логины. В данном меню расположены все сохранённые браузером логины и пароли. В формате Сайт – Имя пользователя – Дата последнего изменения. Пароли по умолчанию не видны. Чтобы отобразить их, нажмите кнопку «Отобразить пароли». Если вы не хотите сохранения ваших паролей и логинов, выключите данную функцию. И вводите ваши логины и пароли каждый раз вручную. Возможно, вы обратили внимание, что, в отличие от других браузеров, Mozilla Firefox не требует для просмотра паролей вводить пароль входа в Windows. Для этого здесь предусмотрен мастер-пароль. Установите его и без его ввода никто не сможет увидеть ваши логины и пароли. И Microsoft Edge. Перейдите в Параметры – Параметры – Посмотреть дополнительные параметры – Управление паролями. В данном меню расположены все сохранённые браузером пароли. В формате Сайт – Имя пользователя – Пароль. У меня их здесь немного, так как Edge не пользуюсь. Только для примера. Однако здесь вы можете лишь удалить или изменить сохранённый пароль, но не просмотреть его. Так как Edge – это встроенный в систему браузер, с интегрированной системой безопасности и многими другими параметрами Windows, то и учётные данные его хранятся отдельно в системе. Чтобы увидеть их, перейдите в Панель управления – Диспетчер учётных данных – Учётные данные Интернета Видео о том, что такое панель управления и как её запустить уже есть на нашем канале. Ссылка в описании. Логины и пароли, сохраняемые Edge, хранятся здесь. Чтобы посмотреть любой пароль, кликните по стрелочке напротив нужного сайта и выберите Показать напротив пункта Пароль. Для этого потребуется также ввести пароль вашего пользователя – тот, под которым вы входите в систему. Если вы используете синхронизацию Chrome и Google аккаунт, то все ваши логины и пароли также автоматически синхронизируются и ваш аккаунт Google. Посмотреть их все можно по ссылке на страницу вашего аккаунта в Google – passwords.google.com. Данную ссылку я оставлю в описании к видео. Причём синхронизируются они как с ПК, так и с вашего Android-устройства. Чтобы увидеть пароль, выберите Просмотр. Чтобы удалить пароль, выберите Удалить. Также несколько слов скажу о функции браузеров автозаполнения, которая обычно присутствует наряду с функцией запоминания паролей для сайтов. Это функция, которая аналогична функции запоминания паролей и логинов. Только таким же способом браузер может запоминать имена, адреса, номера телефонов или даже данные банковских платёжных карт. Как это работает? Вот, например, мы переходим на сайт и хотим осуществить покупку или заполнить какую-нибудь форму или анкету. Кликнув по полю для ввода данных, браузер предлагает автоматически подставить уже сохранённые в нём данные. Достаточно просто выбрать нужный вариант. Такая же ситуация с данными банковской карты для оплаты. Обычно при первом вводе информации в определённое поле браузеры предлагают сохранить такую информацию. Посмотреть или добавить такие данные автозаполнения можно в меню браузера «Автозаполнение» или «Настройки автозаполнения», которое расположено вместе с меню «Настройки сохранения логинов и паролей». Так, например, в Яндекс.Браузере перейдите в меню «Настройки», «Настройки», «Дополнительные настройки», «Пароли и формы». Нажмите «Настроить» напротив «Включить автозаполнение форм» одним кликом. Как видите, здесь можно заполнить адрес для автозаполнения или карту. В принципе, аналогичным образом настройки выглядят и в других браузерах. Думаю, детально останавливаться на каждом из них не стоит. Если говорить о браузерах на смартфонах, то все они имеют аналогичные функции и настройки. Например, в мобильной версии Chrome перейдите в меню «Настройки», «Сохранение паролей». И здесь вы увидите все сохраненные пароли. Также отсюда можно войти на страницу passwords.google.com, о которой я рассказывал раньше. В меню «Автозаполнение и платежи» можно увидеть сохраненные адреса и карты для автозаполнения. Или добавить их. Пункты меню мобильных версий браузеров могут называться иначе, но суть будет абсолютно та же. Удалить сохраненные логины и пароли, а также другие данные автозаполнения браузеров можно в тех же меню, в которых и посмотреть. Достаточно выбрать напротив нужного пароля «Удалить» или нажать крестик или значок в виде корзины. Но только в Mozilla Firefox их также можно удалить все одновременно, нажав «Удалить всё». В остальных браузерах только по одному. Удалить одновременно все данные автозаполнения любого браузера можно с помощью программы CCleaner. Детальное видео об этой программе уже есть на нашем канале. Ссылка будет в описании. Но сейчас же нас интересует только один из возможных способов её использования. Для этого запустите программу и перейдите в меню «Очистка». В данном меню программа предлагает выделить те данные, которые необходимо удалить. В закладке Windows, кроме прочих, можно отметить пункты автозаполнения форм и сохранённые пароли для Microsoft Edge и Internet Explorer. В закладке «Приложения», кроме прочих, можно отметить автозаполнение форм или сохранённые пароли для остальных браузеров, которыми вы пользуетесь. Выберите нужные параметры и нажмите «Анализ». После окончания которого нажмите «Очистка». В результате, все формы автозаполнения и сохранённые пароли будут удалены. На этом всё. Если данное видео было полезным для вас – ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.